Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго дня, благословенного времени, проведенного вокруг Библии. Салон по изучению Библии – это возможность углубляться, это возможность пропитываться, это возможность размышлять, и вообще нам предложено изучать Божье Слово, а не просто его читать, что мы с вами и делаем. Поэтому, слава Богу за то, что любое исполнение Божьей заповеди – это нам во благо, это то, что делает нас сильнее врага, это то, что делает нас неуязвимыми против его планов и, значит, успешными. Потому что там, где ему не удается нас остановить в нашем призвании, там мы приобретаем не просто плод, а влияние. Влияние на тех людей, которые тоже оказывались когда-то под давлением и, может быть, не смогли пройти тот или иной рубеж. Но тогда, когда кто-то прошел и проложил путь, уже проще, уже легче знать, что, оказывается, у кого-то получилось, значит, и у меня получится. Соответственно, просматривая эту школу, которую проходил ИОФ, это также для нас возможность пройти то, что когда-то прошел он. Не сразу, не так легко все это удалось, но все-таки прошел. Поэтому, слава Богу за то, что исследуя его жизнь, просматривая те нюансы, которые на поверхности не лежат, мы заглядываем за кадр, либо, если можно так сказать, за горизонт. Мы начинаем видеть то, что не лежит на поверхности. Мы начинаем понимать то, что сокрыто от обычного взгляда. А значит, для нас с вами появляется возможность обогатиться тем опытом, который будет бесценный для нас. Соответственно, посмотрим, что происходит в этом диалоге дальше. Мы говорим о второй главе книги Иова и, в основном, из смыслового перевода. Но все-таки берем и синодальный, чтобы была возможность сравнивать, что происходит в какой части известного нам текста или скрытого за кадром. Так вот, четвертый стих второй главы, где уже Бог похвалился Иовом, и теперь реакция сатаны. «И отвечал сатана Господь и сказал кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Вот здесь идет такая провокация. Как вы думаете, понимал ли ее Бог? Конечно, понимал. У него есть знание, которое проникает глубже, чем поверхностные слова, он видит мотивацию. Но в то же время он знал, что с Иовом будут его ангелы, и он сам будет присутствовать, и он откроет Иову большую глубину познания себя и познания тех процессов, через которые он проходил. Но посмотрите, как несколько иначе или совсем иначе звучит четвертый стих в смысловом переводе. «И отвечал сатана Господу и сказал, ты же только поверхностно открыл в нем мою территорию. А если глубже открыть его душу и посмотреть, вся его жизнь пропитана страхом, и он готов отдать все, чтобы освободиться от него, в глубинах его души есть моя территория, где я имею право господствовать». «Ты же только поверхностно открыл в нем мою территорию». Он знает не только наличие территории, но и глубину возможности проникать. Как давно эти мысли или эти страхи или эти состояния уже живут в человеке? Насколько глубокие корни, насколько там уже овладел враг территорий на уровне души, на уровне сердца, на уровне чувств. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами понимали, есть поверхностные слои нашей личности, а есть более глубокие. Есть то, что мы говорим, допустим, при общей картине, а есть то, что мы думаем, когда мы остаемся наедине. Есть то, что с нами происходит, когда мы отдыхаем и спим, потому что из глубин нашей памяти, из глубин нашего сознания поднимаются какие-то картины, и это может становиться сновидениями. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы себя исследовали внимательно. То, что легко можно исследовать, там тогда не идет речь о внимании. Просто по ходу ты можешь какие-то вещи для себя обнаружить. Но то, что предлагает нам Господь исследовать себя внимательно, народ необузданный, это сафония, через которого Бог это послание дает к человечеству. Поэтому, когда мы видим необузданность в какой-то сфере, это говорит о том, что мы себя знаем там отчасти, и поэтому там есть необузданность от отсутствия исследования. Но когда мы исследуем себя внимательно, то мы четко понимаем, что там есть тот процесс, та ситуация, которая нуждается сегодня в Божьем вмешательстве. И чем быстрее мы обнаружим те сферы нашей жизни, где нужно Богу вмешаться, тем эффективнее мы будем. Поэтому, если мы ждем ситуации, которая нас вскроет и обнаружит, что там это было, это один уровень урока. Если мы заблаговременно об этом говорим, Господи, вскрой, покажи мне, открой мои глаза, я не хочу жить в иллюзиях о себе, что у меня все хорошо. С другой стороны, когда у нас самооценка полноценная, сложена, верна, то нам нетрудно об этом с Богом разговаривать. Если же самооценка заниженная, то с каким страхом человек может произносить подобного рода вопросы к Богу? А если Господь что-то вскроет? А если Он на самом деле покажет мне мою несостоятельность? Как я себя буду чувствовать? Как я буду выглядеть? Посмотрите, вот эти страхи, идущие из неполноценности, они говорят о том, что мы не до конца доверяем, какая жертва была принесена за нас. Почему я связываю эти вещи? Потому что полноценная жертва, полная цена положенная, дает нам полноценное ощущение себя. Когда мы осознаем, что цена достаточная, полноценная, то и моя судьба, она, и моя личность, она тоже в глазах Бога вполне цена. Нет полцены и нет неполноценности в судьбах тех, кого Бог избрал для себя и оправдал, и искупил. Поэтому тогда, когда мы для себя эти вещи уже обнаружили, то тогда мы ложь не пропускаем. Как только мысль пошла, да ты какой-то не такой, да ты недостойный, да как такого можно любить, да как такого можно постоянно прощать, да как такому можно благоволить и так далее. Когда человек в себе постоянно вот эти вопросы задает, как негативная раскачка, то это усиливает вот эту корневую систему неверных семян. И тогда есть и поверхностное состояние, допустим, какого-то терновника, сорняка, но есть и корневая система, которую еще не вырвали, а только срезали сорняк. Поэтому здесь и идет речь о том, что дьявол претендует на глубину, на корневую систему тех семян, которые он когда-то туда бросил, и они уже выросли. Они выросли в плоды, которые позволил Бог ему собрать. А теперь он говорит, дай мне к корню прикоснуться, к самой сути его жизни. Не просто к тому поверхностному, что вокруг него было, а к нему самому, к его телу. Дай мне прикоснуться. И тут мы читаем еще раз. «Вся его жизнь пропитана страхом, и он готов отдать все, чтобы освободиться от него. В глубинах его души есть моя территория, где я имею право господствовать». Вот почему так важно понимать, кто же твой пастырь. Когда Давид произносит в 22-м столме «Господь пастырь мой», я ни в чем не буду нуждаться, то там понятен вот этот знак равенства. Пастырь – господин, Господь – пастырь. Но если господствует враг душ человеческих на твоей территории, то тогда Господь пастырем уже не будет. В этих сферах будет пастырем страх, будет пастырем жадность, будет пастырем какая-то природа одиночества, отверженности. То есть то, где господство распространено и укоренилось, там будет и пастырство такое. Соответственно, что нам надо с вами сегодня для этого обнаружить? Какую природу в свою жизнь мы пропускаем или не пропускаем? Что у нас там укоренилось уже или еще нет? Это, друзья, важно обнаружить, есть ли какая-то глубина вражеского права на нас. И вот тогда, когда мы приходим пред лицо Божье, когда мы встаем туда, допустим, каждое утро, каждый вечер, может быть, в течение дня не один раз кто сколько молится, приходя в Божье присутствие, мы можем говорить, Господь, посмотри, есть ли там территория, которая тебе не принадлежит? В моем сердце есть ли что-то тайное, что я боюсь вынести к свету? Есть ли что-то тайное, что я прячу от других и от себя самого? И говорю, да нет, ничего страшного. Есть ли что-то тайное, что я в одиночестве готов делать, но при всех нет? И вот тогда, когда вот эти тайные вещи обнаруживаем для себя прежде всего сами, тогда мы лишаем врага его господства, и тогда на это место встает господство пастыря. И тогда ты ни в чем не будешь нуждаться. И тогда он водит к водам тихим. И тогда он приводит на злачные пажите. И тогда, даже проходя долину смертной тени, не убоишься зла, потому что Бог твой с тобой. И тогда чаша будет переливаться твоя. И тогда ввиду врагов он накрывает трапезу. Это все тогда происходит в нашей жизни, когда Господь пастырь. Поэтому я желаю, друзья, чтобы господство врага в нашей душе не было обнаружено. Либо, если обнаружено, то разобраться как можно быстрее с его нейтрализацией. И ведь это возможно. Это возможно с нашим Богом. Он сказал, со светильником осмотрю Иерусалим. И люди, которые в беспечности на Сионе, то он говорит горе таким. Я желаю, чтобы он, осматривая со своим светильником своего слова каждого из нас, обнаружил в нас удивительную природу принадлежности небесам. И по завету, и по цене, которая за нас уплачена. И по возможностям, которые Бог нам открывает через Иисуса Христа, как заветные отношения и как его обещания к нам. Вот все это я желаю, чтобы мы с вами доставали, доставали и доставали из наших судеб. Доставали из глубин, доставали из сердца, доставали из всего того, чем мы обладаем здесь, на этой земле. И потому предлагает сатана, потому убери свою руку с моей территории в его душе, и позволь мне господствовать на ней. Тогда и посмотрим, что он скажет о тебе. Ведь ты рукой своей прикрыл вот это слабое звено. Но если ты уберешь руку, я хочу там начать господствовать. Посмотрите, до тех пор, пока Бог не позволит что-то врагу, он не имеет права переступить эту черту. Даже если у него там есть часть. Все равно ему надо получить разрешение. Поэтому нам лучше с Богом поговорить, прежде чем враг поговорит. И сказать Богу все то, что есть в нашем сердце, в нашем духе, в нашей душе, в памяти. И сказать, Господи, я хочу ходить, как прозрачный сосуд, постоянно взвешиваемый тобой на твоих весах. Я хочу быть пред лицом твоим, непорочным, как ты говорил о Иове, похваляясь им. Человек, который всеми силами сопротивляется. Но моих сил не хватит, Господь, если ты мне не дашь от твоих сил, от твоего источника. Поэтому я принимаю решение, но сила у тебя. И пусть она в меня вливается и любовью к людям, к тебе, к самому себе, правильным отношениям. И жаждой по тебе к большему, способностью стремиться туда, где я еще не был, и совершить дело, которое ты мне поручаешь. Потому что господство моей души передано тебе на 100%. И поверхностная часть, и более глубокая. Все глубины моего сердца просмотри. Друзья, когда мы молимся о тех нуждах, которые стоят у нас на пути, это кажется естественно. Что-то не хватает? Просим. Чего-то нам очень надо? Просим. Что-то где-то получили какую-то пробоину? Просим. Но ведь это все следствие. Если Господь пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться, тогда я прошу, Господи, в чем твое господство в моей жизни сокращено, чтобы я ни в чем не нуждался. Когда есть правильный акцент, тогда есть правильная молитва. А на правильную молитву есть ответ. И как можно быстрее этот ответ приходит к нам. Потому что мы по воле Бога просим о каких-то вещах. Я хочу, чтобы в нашу жизнь пришла такая мудрость. Мудрость знания времени и устава. Мудрость понимания о чем и как молиться. И поэтому сегодняшнее наше общение, сегодняшнее проникновение в эти стихи или в этот духовный, опять же, взгляд на вещи, пусть это нас не шокирует, а сделает нас опережающими врага в своей искренней просьбе перед Богом. Господь, дай мне обнаружить, какие сферы моего сердца, моей памяти, моей судьбы, моей жизни, моей семьи, моего призвания сегодня под атакой. Врага, которую я не вижу. Где есть какое-то ужаливание, где есть какой-то укус, который я пропустил. Но я прошу, чтобы ты показал мне, чтобы лишить господства эту нечистую природу. Практически мы с вами уже молимся. И поэтому все варианты молитв я сейчас просматриваю с разных сторон, чтобы в вашу жизнь пришла такая уверенная практика молитвенной жизни, которая лишает врага территории в нашей душе. И мы об этом сейчас помолимся. Небесный Отец, я благодарю тебя, что ты вскрываешь для нас эти тайные пути и шаги врага, чтобы нам обнаружить, где есть господство его в нашей территории. И сердце и жизни. Я благодарю тебя, что все эти территории пред тобой открыты. Ты их видишь, ты их знаешь, ты взвешиваешь. Поэтому я сейчас высвобождаю эту силу твоей благодати. Я высвобождаю силу твоей любви, которая помазывает наши глаза, потому что ты предлагаешь несколько раз в течение библейских текстов от Фетхого и Нового Завета, чтобы просить у тебя мази на глаза. И мы просим, чтобы очи нашего сердца были просвещены, чтобы уши наши были открыты, чтобы наш дух был на связи с тобой. Я благодарю тебя за то, что ты не только слышишь, но и отвечаешь. И мы принимаем от тебя силу нейтрализовать господство врага на нашей территории, чтобы все, что он имел, на что он опирался и о чем пытался говорить с тобой, лишить его господства на территории наших судеб, нашего сердца, нашего мышления и наших чувств. Тех решений, которые нам надо принимать во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»